всем доброго времени суток это русская рыбалка 4 наконец-то я добрался до волхова и как обещал все еще на донках показываю те места которые так получилось я не сам узнал это место до которые достаточно уловисты просто бегая по различным локациям пытаясь посмотреть новые места в чате прочитал что есть такая рабочая . полищу 160 33 как вы видите она здесь у меня значится ловлю я без прикорма соответственно приехал наверное часа три назад как раз да нет чуть побольше как раз под вечер клев как-то не шел ну и так как я на самом деле не знаю куда кидать пробовал разные направления и наконец-то как мне кажется нащупал направление вот на вот эту башню центральную и вроде как клев идет ребят ну не скажу что прям как с пулемета но клюв идет и клюв хороший два фигура стоят на гороховую кашу один на навозного червя ну как это ни странно я в общем-то думал что на навозного червяца в тревоге что может быть будет там синец какой-нибудь и кстати один уже зашел вот но оказывается а вот это кстати ребят может быть что и даже трофчика мы подцепили это было бы здорово так ну давайте потихонечку напрягать не будем тут у нас поводочки правда у меня флюровые стоят но стоят десяточки лесочка то есть их должно вполне хватать под леща под зачетного вот под трофея тоже ну как-то сильно напрягать рыбу не хочется фрик держит могут потихонечку потихонечку нужно вылаживать все это дело не спеша конечно вот немножко отловился на куори понравилась пара точек интересных достаточно на мой взгляд собственно на волхе в основном ребят занимался беготней пытался разлавливать сначала с берега потом паромная переправа потом стал брать лобки все все как полагается все все как нормальный человек который впервые прибывает на локацию окну вот ребят 5137 это трофчик как я и говорил весьма приятно это первый трофей вчера я пытался облавливать немножко другую точку здесь выше немножко и кидал под другим направлением взял тоже два трофей чека один лещ был на 4 килограмма и один как это ни странно был ешь вот ешь на 140 там с чем-то граммов поэтому ну я честно говоря порадовался понятно что для кого-то ерш это не рыба мне нравится ловить трофеи но я думаю как и вам поэтому не знаю насколько она актуальна будет в частности для вас например вчерашний день показал что у меня правда сидел немножечко в другом месте опять же до повторюсь чуть чуть выше вот туда ближе к мосту там тоже есть такая маленькая локация вот пятачок земли буквально да где можно встать и клев был достаточно хороший но не такой активный как здесь все таки вот эта точка на и она работает лучше это же разлавливался с разных сторон то есть пока нашел направление куда кидать приблизительную дальность заброса могут кидаю обычно от 50 до 70 может быть даже до 75 здесь не знаю обычно все таки в чате я не спрашиваю ребят куда где что просто бегаю смотрю и попутно если где-то что-то увижу интересное хочется поделиться с вами потому как я знаю с последнее время очень многие жалуются на то что тяжело найти место где нормальный фарм рыбы идет вот вплоть до того что у меня даже друг который вот играет долго но он уже успел под разочароваться сказал что блин пусть лучше сделать дешевле рыбу но но оставят нормальный клев на что я как бы попенял человеку что если бродить ходить то в общем-то больших проблем там на самом деле нету хотя с другой стороны крупный водоем такой как волхов он предполагает достаточную мобильность и ну не у каждого человека есть наверно масса времени до чтобы проводить его вот в походах по разным локациям в поисках рыбы плюс ко всему прочему еще понятное дело люди пробуют разные наживки вот ну как то вот такая вот штука чтобы немножечко помочь возможно вам пригодится подобная . но я так думаю что обычно все таки лечь ночью активно клюет днем не так хорошо и все-таки один фидер я периодически ставлю да но не основным здесь все таки является гороховая каша один фидер я оставляю на либо червя либо ставленная например как сейчас навозника ну и вот в общем интересно что и начали именно навозника заходят те же лещи может быть не так не так часто вот но тем не менее радует радует вплоть до того что и вес радует то есть рыба достаточно крупная плюс в приловье появляется что-то вот любопытное ну начал я по моему там у нас было в садке что-то около десятка рыбок сейчас посмотрим что у нас могут есть незачетный лещ немножечко леща поймал один трофчик вот ну и соответственно незачет сейчас мы сразу ребят поднож пустим с тем чтобы он у нас не занимал место в садке в данном случае я стараюсь как бы не кондиционную рыбу незачетную не брать если есть такая возможность потому как ну я не знаю на самом деле какие законы были сегодня но вот характерно да то что проходит ночь и начинает плевать и тут же на червя возможно поменяю сейчас на перловочку может быть попробую на зерна пшеницы вполне вероятно что здесь должен быть язь правда пока по чату я не видел но как мне кажется там где лещ присутствует в принципе вполне себе реально ловить изя вот такое вот интересное место на мой взгляд достаточно любопытно возможно конечно что клев здесь связан с суточным циклом то есть в любом случае я вам посоветовал бы попробовать подъехать вечером на вечерние зорьки порыбачить ночь отстоять ну и если там клев с утра продолжится и будет в течение замечательно если нет можно попытаться поменять позицию попробовать соответственно ну давайте я покажу карта восьмиметровая яма я стою вот здесь кидаю в направлении вот в этом то есть если брать вот эти две башни вот где-то вот сюда кидаю до этого стоял здесь и раскидывал вот вот эту яму и на край восьмиметровой ямы тоже кидал вот было достаточно любопытно но может быть я где-то не очень точно докидывал и вполне вероятно поэтому у меня там результаты были немножко похуже чем с вот этой точки но при всем при этом как бы и травчик был полищу что было весьма приятно вот не знаю сейчас еще постоим я так думаю 30 к я добью и зло у меня одно дело которое я хотел сделать прокатился по всем локациям в поисках альфы но альфа только к сожалению вот встретилась мне на волхове собираюсь апгрейдить свои снасти ну палмары полищу работают хорошо но куэри показала что даже палмары для куэри для фидерной ловли это извините вопрос такой каверзный достаточно то есть может и не хватить такая вот вещь любопытная ну давайте далее как я уже сказал здесь я попробую поменять не подуст у нас не пойдет мне кажется можно что-нибудь покрупнее было бы вытащить и далее знаю что там на некондиционную рыбу есть заказы потому черт его знать на такую точно собирать все подряд честно говоря не хочется таким вот образом я думаю так вот я еще до обеда может быть постою потому как традиционно в обеденное время клев становится не такой активный сейчас будем резать рыбку весь незачетный лишь пойдет под нож собственно искал именно лещевое место на разных водоемах вот просто по одной простой причине прокачиваю добычу наживок ну и как бы как вы понимаете куски рыбы для нас сейчас наиболее интересный момент соответственно что хотелось бы еще сказать ребят если умеете делать под леща пожалуйста используйте насколько я понимаю работать будет работать ну не сильно лучше но точно будет чистота клево получит по крайней мере по моим личным ощущениям подобные вещи работают к сожалению на леща конкретно я прикормку не делал соответственно поэтому как-то вот упустил из виду этот момент а прикормка которая у меня была вчера использовал всю полностью поэтому скорее всего до обеда посижу поеду возьму ингредиенты попробую что-нибудь замастерить возможно вернусь по фармлю на этой точке еще потому как . работает пока еще пользоваться нужно именно сейчас потом может быть поздно соответственно те люди которые на волховине первый день я так понимаю прекрасно об этом знают что если сегодня завтра водится на одной локации то будьте готовы что через пару-тройку дней будете там сидеть и ожидании чуда что хоть что-нибудь зайдет придется отправляться по новой в поиске убористого место как то вот так вот несколько раз сидел пытался нельзя ловить ну в промышленных масштабах я снишел заходили хорошие экземпляры но все-таки редко пока пока не могу подобраться так чтобы вот клев был на том же везде да достаточно активный с лещом конечно в любом случае не не сразу хотелось бы еще и языка здесь потаскать было бы весьма любопытно но собственно ближайших планах наверно попробовать еще раз вернуться на речку белую с фидерами не дается как то вот найти не удается мне найти место где клев был бы активен в течение ну хотя бы светового времени или чисто ночью то есть даже если находишь точки они работают весьма своеобразно то есть ты сидишь там пару часов активного клева и потом какая-то пауза непонятная после которой клевка прекращается начинаешь экспериментировать с наживками что-то опять находишь опять часик сидишь ну и то есть люди которые на белой были я думаю знают о чем я говорю именно на фидер все таки на белой как мне кажется крайне затруднительно фармить ловить интересно бесспорно но формить ребят наверно все таки не фидерная локация получается хотя хотя ну вот ребят язик зашел на 19 как я и говорил есть я простите за каламбур есть здесь тоже присутствует приятном периодически вот клюв доставляет прям удовольствие иногда правда паузы бывают но и я списываю это на то что я сейчас в данный момент ловлю без прикорма возможно лови я все-таки с прикормом и тем более вас уж . вещевая я думаю что именно на вещей надо делать хотя бы стандартный набор должен заходить и должен клев быть немножко получше без определенных пауз по чату вижу что здесь же берется синец в принципе он мне тоже зашел на червячка и белоглазка наверно тоже видели да белоглазка была правда незачетная но тем не менее то есть прибав небольшой есть плюс ко всему прочему начало моей ловли вечером когда приехал еще характеризовалась то что заходила зачетная оплату вот полукилограмма помочь повыше но когда вы приезжаете ловить что-нибудь типа леща плотва это не совсем то что вы хотите наверняка хотя как бы я не отказываюсь от подобные рыбы замечательно единственное что не хотелось бы брать незачетную слава богу незачетную мы отпускаем пусть подрастает понятно что это не настоящий водоем понятно что размер генерируется привычки привычки есть привычки когда ловится хорошо рыба когда есть еще выбрать понятно что мелочь мы убрать не будем ну а когда нет ничего хотя бы на ушечку на дергать самое так ну и ребята вот как бы клюв клюв все еще есть и все еще прекрасно я думаю что при должном при должном как бы времени проведенном здесь я полагаю что без трофеев вы не останетесь потому как вчера во время рыбалки видел достаточное количество трофейных лещей сегодня трофейчик самому пришел плюс в чате тоже проскальзывали леса вполне такие приятные прямо скажем поэтому если у вас вдруг все еще нет трофея по лещу я волком как верится добро пожаловать на лохов . 160 33 надеюсь какое-то время она еще будет работать продолжаем 4 как-то хотел где-то 30 . сделать но я так понимаю что с этим делом уже почти завершил вполне возможно что сейчас в обеденное время будет паузой придется придется прекращать запись да свежу продам да и собственно ситуация складывается такая что небольшой зазор временной и сейчас собираюсь тоже на рыбалку но уже уже в реале наверно на этой волшебной ноте я все-таки буду заканчивать потому как не совсем наверное интересно посмотреть как перемещаться отсюда на лодке тратить время продавать рыбку соответственно ну вчера сотни на 3 серы сегодня понятно будет меньше вчера набил целый садок было здорово как бы все хорошо вот но на текущий момент ну давайте еще раз проверим что у нас тут есть вещи в достаточном количестве один окушок пару платвичек два зачетных сенца кстати ребят тоже сенец очень хорошо стоит изи зачетные то что у нас есть на текущий момент ну а на этом я буду завершать запись простите что она получилась такой достаточно короткой вот хочется от всей души пожелать вам хорошего клево на лохове да и на других локациях не расстраивайтесь если что-то где-то можете найти может имеет смысл активно по бродить по локациям или вполне возможно там я не знаю воспользоваться форумом русской рыбалки посмотреть последние пару страничек и прикинуть что вам подойдет ну а на этом ни хвоста ни чешуи играйте в русскую рыбалку